Продолжение следует... ...что новогоднее поздравление в начале нашей работы, поэтому уже заканчивая тему предновогодних поздравлений от лица Центра дошкольного образования Института повышения квалификации, уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Новый год – это домашний праздник, поэтому в первую очередь мы желаем вам здоровья, семейного благополучия, хороших радостных встреч, чтобы отдохнулись за новогодние каникулы. Но в то же время мы с вами коллеги, мы работаем в сфере дошкольного образования, поэтому я вам желаю, чтобы у вас в наступающем Новом году, 2018, были... Случалось так, чтобы ваши все творческие задумки, они исполнялись, чтобы ваши коллеги поддерживали вас, ну и всем нам, конечно, творческих успехов в новом наступающем, в 2018 году. Ну а теперь, ну и вот так вот получилось, что в конце года календарного все подводят итоги, сегодня будет президент тоже подводить итоги за 2017 год, ну и вот у нас получается вебинар тоже в рамках подведения итогов, очень большой, большого такого пласта работы, которые мы начинали еще в феврале 2017 года, и вот считайте, сегодня мы будем подводить эти итоги, сейчас середина декабря 2017 года. Задача была поставлена еще на августовском педагогическом совете краевом в 2016 году, и в принципе мы эту задачу с вами реализовывали, и все вместе работали на ее выполнение весь 2017 год, и связана эта была задача с повышением качества основных образовательных программ дошкольного образования в тех образовательных организациях, которые реализуют основную образовательную программу дошкольного образования. Эта работа была в рамках всей краевой системы дошкольного образования, были привлечены специалисты института повышения квалификации, нам помогали организовывать эту работу на уровне муниципалитетов, это специалисты муниципальных управлений образований, в этой работе были задействованы, конечно же, те специалисты, которых мы подготовили на семинарах по экспертизе основных образовательных программ, это специалисты системы дошкольного образования. Конечно же, большая работа была проделана педагогическими коллективами всех детских садов, которые были включены в эту работу, поэтому весь год мы совместными усилиями решали такую задачу, как повышение качества основных образовательных программ дошкольного образования. И сегодня мы подводим итоги для того, чтобы понять, насколько мы продвинулись в решении этой задачи, и есть ли какие-то задачи, которые нам остаются на 2018 год. Итак, в повторной экспертизе приняли участие всего 1140 образовательных организаций, если вы помните, когда подводились итоги в июне по основной процедуре экспертизы, там была цифра 1187. Значит, уменьшение количества образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, связано с тем, что в некоторых муниципалитетах произошла реорганизация. И детские сады были присоединены к школам, поэтому общее количество образовательных организаций уменьшилось. Поэтому, если вы будете сравнивать цифры, то есть уменьшение количества образовательных организаций. Основные образовательные программы дошкольного образования, прошедшие повторную экспертизу. Все основные образовательные программы, их было 1016, прошли повторную экспертизу. Из них 943 – это дошкольные образовательные организации, остальные – это другого типа образовательной организации, которые реализуют основную образовательную программу. Но по итогам я хочу сказать, что все программы, которые были экспертами, отсмотрены еще в ходе основной экспертизы, прошли повторную экспертизу, но за исключением некоторых муниципалитетов, про которые я тоже скажу. Поэтому объем работы был такой же большой, как и на основной экспертизе. Ну, хотя, конечно, когда основная экспертиза, и мы про это говорили, там, конечно, была очень большая работа, потому что вы не были знакомы, эксперты не были знакомы с программами, нужно было их посмотреть на соответствие требованиям, а повторная экспертиза, она была все-таки по тем предложениям и рекомендациям, которые были выработаны экспертами в ходе основной экспертизы. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате всей нашей совместной работы. Значит, хочу сразу сказать, что из 61 муниципального образования результаты повторной экспертизы нам не предоставил только город Норильск, поэтому мы всю аналитику делали по данным 60 муниципалитетов. Но, тем не менее, эти данные, они позволяют видеть общую картинку по всему Красноярскому краю. Итак, уважаемые коллеги, на диаграмме показана динамика, потому что нам было важно посмотреть, насколько мы продвинулись, говоря о качестве основных образовательных программ, и посмотреть вот эту динамику. Значит, у нас получилось, что по результатам основной экспертизы у нас 3% программ, которые были проэкспертированы, полностью соответствовали требованиям стандарта дошкольного образования. Сейчас вы видите 37% программ полностью соответствуют требованиям стандарта дошкольного образования. И у нас была цифра 97% программ требует доработки, ну и вот сейчас вот осталось 63% программ, которые требуют еще все-таки доработки. Ну вот здесь вот остановлюсь, потому что не хотелось бы, конечно, в таких категориях рассуждать, плохо это или хорошо. Если говорить в категориях динамики, то мы видим точно положительную динамику, и это, конечно, очень хороший результат, что в ходе нашей совместной работы все-таки детские сады поработали со своими программами, и качество программ стало значительно лучше. Но если смотреть, что все-таки 63% программ еще требуют доработки, то, конечно, достаточно большое количество программ после такой вот совместной годичной работки еще требует внимания коллективов детских садов. Но я чуть-чуть позже покажу то направление, которое все-таки у нас, вернее, у детских садов вызывает сложности при разработке основной образовательной программы. И в этом отношении нам нужно каким-то образом всем вместе продвигаться. И я повторю, что если относительно динамики, то, конечно, мы видим положительную динамику, и наши труды, они совместные, они не прошли даром, и, конечно же, значительно увеличилось качество основных образовательных программ, и вот уже 37% от всех программ, они соответствуют всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Мне звонили из некоторых муниципалитетов и спрашивали, задавали вопросы. Людмила Георгиевна, скажите, как мы выглядим по сравнению с другими муниципалитетами? Я хочу, уважаемые коллеги, сказать, что я точно не буду никакой перечень вам представлять, значит, какие муниципалитеты, в каких муниципалитетах ситуация, вот они относятся к 37%, и те муниципалитеты, ну, где еще детским садам нужна помощь в доработке программ, потому что у нас такой задачи нет, сравнивать муниципалитеты между собой. Главное, что вы в муниципалитетах знаете ситуацию по своим детским садам и можете, ну, как бы, сами оценивать, как вы поработали, как поработали ваши детские сады, и видеть, какая еще проблематика существует у ваших детских садов, и предпринимать какие-то действия, создавать условия для того, чтобы, ну, попасть вот в те муниципалитеты, где с программами уже все в порядке. Ну, хочу только единственное сказать, что из 61 муниципалитета количественную характеристику дать, 22 муниципалитета, в которых программы всех детских садов полностью соответствуют стандарту дошкольного образования. Ну, еще раз повторяюсь, я никаких перечней и списков, я показывать, уважаемые коллеги, не буду, ни для этого мы эту всю работу делали, мы все-таки институт повышения квалификации, мы предпочитаем работать все-таки в поддерживающем оценивании, поэтому нам важно смотреть те вопросы, которые вызывают трудности, и оказывать все-таки поддержку. Это общая картинка, теперь давайте посмотрим по целевым разделам. После того, как мы с вами поработаем конкретно с целевыми разделами, я потом покажу динамику по основной и повторной экспертизе по всем четырем разделам. Ну, давайте посмотрим по целевому разделу. Итак, по целевому разделу у нас получается ситуация такая. Значит, 37% основных образовательных программ, целевые разделы соответствуют требованиям стандарта, и в 63% программ целевой раздел требует доработки. Теперь давайте посмотрим, какие все-таки вопросы остались сложными для детских садов, и там, где требуется еще дополнительная помощь. Ну, во-первых, первое направление, которое все-таки сложно дается дошкольным образовательным организациям, это все, что связано с частью, формируемого участниками образовательных отношений. То есть, все-таки цели и задачи, и планируемые результаты в программах формулируются без учета части, формируемой участниками образовательных отношений. И вторая проблема, которую мы выделяем, это то, что не учитывается индивидуальной особенности контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций. Ну, мы понимаем, что ушли те вопросы, которые были выделены экспертами, когда была основная экспертиза, поэтому детским садам стало понятно, как учитывать возрастные особенности в целевом разделе, стало понятно, как согласовывать целевые ориентиры с целями и задачами основной программы, ну и некоторые другие вопросы, они ушли из анализа, но вот остались, на мой взгляд, два таких существенных вопроса, которые все-таки вызывают затруднения у коллективов детских садов, и эксперты опять отмечают часть формируемых участниками образовательных отношений и вот эти вот индивидуальные особенности. Теперь, что касается содержательного раздела. Значит, в содержательном разделе у нас картинка следующая. У нас 43% программ в содержательном разделе соответствуют требованиям стандарта дошкольного образования, и 57% это там, где программы требуют доработки. Ну, то есть в этом смысле у нас, например, по сравнению с целевым разделом, в содержательном разделе все-таки меньше оказалось сложностей, которые отмечают эксперты. Опять же, какие трудности у нас остаются? Посмотрите, коллеги, все-таки все, что связано, опять же, с частью, формируемой участниками образовательных отношений. Остается проблема с описанием форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Еще эксперты отмечают, что в некоторых программах остались все-таки сложности при описании способов и направлении поддержки детской инициативы. И работа с родителями прописывается без учета особенностей и потребностей семей. Ну вот, коллеги, я сейчас скажу все-таки, какие вопросы уже ушли у нас из экспертных аналитики, которые предоставили эксперты. И потом я немножко прокомментирую вот эти четыре проблематики, которые описаны экспертами в содержательном разделе. Ну, во-первых, нужно сказать, конечно же, что по сравнению с основной экспертизой детским садам стало понятно, как описывать раздел, связанный с культурными практиками. Все-таки разобрались детские сады с этим разделом. В содержании коррекционной работы практически не осталось уже вопросов у детских садов. Были вопросы про организацию развивающей предметно-пространственной среды для создания условий детской инициативы. Эти вопросы тоже, коллеги, ушли из замечаний. Ну вот остались вот этих вот четыре замечания. Вернее, так, не замечания, а как бы те места, которые вызывают трудности у детских садов при написании образовательной программы. Но я хотела бы, коллеги, сказать вот о чем. То, что часть формируема участниками образовательных отношений, вы потом увидите и в следующем разделе, в организационном разделе, тоже этот вопрос эксперты выделяют. Это, видимо, все-таки, ну вот общая такая проблема. И мы точно будем здесь оказывать помощь детским садам, чтобы мы все-таки детские сады смогли включить вот эти вот свои парциальные программы, может быть, разработанные авторские программы с самими детскими садами, чтобы они все-таки легли в контекст основной образовательной программы. Про индивидуальные особенности, видимо, нам тоже нужно будет с этим поработать, потому что, видимо, детские сады понимают, что такое провозрастные особенности, и, видимо, не совсем понимают, что такое индивидуальные особенности, и как можно это положить в тексты программ. Но, уважаемые коллеги, что касается возрастных особенностей, мне кажется, вот этот вопрос достаточно понятен, и, правда, мы просто не можем пока понять, почему вот особенности возраста плохо отражаются в программах, потому что, если взять историю вообще создания программ, вот у нас в дошкольной педагогике, то самые первые программы, которые были еще разработаны в 1934 году, уже там был заложен авторами принцип деления содержания дошкольного образования по возрастам. Ну, то есть мы понимаем, какие формы, способы, методы и средства рекомендуются авторами и дидактикой дошкольной педагогики в раннем возрасте, младшей, средней, старшей и подготовительной. Поэтому я думаю, что здесь просто детским садам на это нужно обратить внимание, но вот о какой-то специальной помощи, ну, на мой взгляд, здесь очень четко все написано и в учебниках, и в методических рекомендациях, и в примерной программе, и в методических рекомендациях, в примерной программе, и в тех авторских, основных образовательных программах, которыми пользуются детские сады. Поэтому, ну, это замечание, которое детские сады должны сами с этим поработать и все-таки откорректировать свои программы. Вот третья, третья трудность, которую эксперты выделяют, выделяют это про описание способов и направлений поддержки детской инициативы. Уважаемые коллеги, сейчас достаточно много уже методических рекомендаций, которые, в которых описывается все содержание, связанное с созданием условий для развития детской инициативы. Поэтому детским садам здесь нужно поработать с этой литературой, с этими методическими рекомендациями и доработать эти разделы. Поэтому, на мой взгляд, это недоработка, конечно, конкретно детских садов. И работа с родителями описывается без учета особенностей и потребностей семей. Ну, вот на это тоже, ну, вы, я так думаю, что эксперты на это указали детским садам. Детские сады сами смогут скорректировать свои программы, а для этого нужно, конечно же, работать с родителями. Поэтому, вот, заключая аналитику по содержательному разделу, я, ну, как бы, выделяю все-таки первый вопрос. Это про часть, формируемую участниками образовательных отношений и то, что связано с индивидуальными особенностями. Следующий раздел программы – это организационный раздел. Ну, вот, что у нас в организационном разделе. В организационном разделе 42% программ соответствуют требованиям стандарта, и вот еще 58% остаются вопросы. Ну, вот здесь вот давайте посмотрим, значит, что у нас остается. Значит, у нас остались замечания от экспертов к некоторым программам по методическим материалам и средствам обучения. Методисты, вернее, извините, пожалуйста, эксперты отмечают формальный подход к описанию традиционных событий, праздников и мероприятий. Ну, и третья проблематика – это, опять же, при описании особенностей организации, развивающей предметно-пространственной среды, не учитывается контингент детей, а это, опять же, индивидуальные особенности детей и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Что у нас, какие вопросы мы точно решили и какие вопросы ушли из замечаний? Ушли вопросы про материально-техническое обеспечение, достаточно было много вопросов по результатам основной экспертизы. Детские сады все поняли про распорядок дня и про режим дня, этот вопрос ушел. Ушли многие вопросы, связанные с описанием особенностей организации, развивающей предметно-пространственной среды. Поэтому я считаю, что хорошая такая динамика. Есть третий вопрос, который точно требует помощи детским садам, но вот относительно методических материалов, средств обучения, конечно же, я думаю, что детские сады должны прислушаться к рекомендациям экспертов и все-таки привести свои программы в соответствии со стандартами. И здесь, я думаю, что не нужно такой какой-то методической поддержки детским садам, а просто на это нужно обратить внимание и доработать программы. Относительно формального подхода, ну, коллеги, я не знаю, как работать, ну, если вы видите формальный подход, то есть что нужно сделать такого, чтобы этот подход стал неформальным. Поэтому здесь детские сады должны сами решить относительно описания традиционных событий, праздников и мероприятий, все-таки как это сделать так, чтобы это все-таки при экспертизе основных образовательных программ оказалось неформальным. Видимо, все-таки остаются просто перечни мероприятий, праздников, и нет обоснования, но это мое предположение, почему экспертам кажется все-таки этот раздел таким вот формальным. Ну, самая у нас хорошая ситуация, если смотреть про динамику, это с дополнительным разделом. То есть у нас уже 93% программ в дополнительных разделах соответствуют стандарту дошкольного образования. Ну, вот у нас осталось 7% программ, в котором не указаны комплексные парциальные программы. Я думаю, что детские сады решат эту задачу. Это не такая сложная задача, и, наконец, дополнительные разделы у нас в 100% будут соответствовать требованиям стандарта. Какие были замечания и с чем все-таки справились детские сады? Во-первых, ушли вопросы, связанные со стилистикой описания данного раздела. То есть данный раздел, мы знаем, что он предназначен для родителей и законных представителей воспитанников детских садов. И в стандарте говорится о том, чтобы он был написан понятным языком для родителей. Ушел вопрос, связанный с краткостью раздела. То есть были, видимо, большие тексты в этом разделе, поэтому детские сады поработали, и эти разделы стали краткими. И вот остались, получается, чисто технические вопросы, с которыми детские сады, конечно, смогут справиться самостоятельно. Ну и вот давайте мы с вами все вместе глянем на геограмму, как на динамику, как у нас по разделам выглядит динамика, приращение в качестве основных образовательных программ. Если смотреть первую процедуру, это основную процедуру экспертизы, и посмотреть повторную экспертизу, и мы видим, что если относительно динамики, то мы видим, конечно, хорошую динамику, и в этом смысле у нас с целевым разделом очень хорошая динамика. Если было 3%, а стало 63%, это на 60% детские сады улучшили в целевом разделе качество. Если брать содержательный раздел, тоже хорошая динамика, в организационном разделе тоже динамика, и вот в дополнительном разделе тоже хорошая динамика. То есть если смотреть относительно динамики, то, конечно, мы видим, что наша совместная работа, она принесла положительные результаты, динамика точно есть, и мы точно получили тот процент программ, которые полностью соответствуют требованиям стандарта дошкольного образования. Но, коллеги, если нам обратиться все-таки к... Я позволю себе вернуться к тому слайду, который показывает нам все-таки, сколько программ полностью соответствует стандарту, и процент программ, которые требуют доработки, мы видим, что у нас остается большое количество детских садов и их программ, которым требуется все-таки доработать свои программы, чтобы они полностью соответствовали стандарту дошкольного образования. Эта цифра, она все-таки достаточно большая, эта цифра 63%. Поэтому, когда мы говорим, нужно ли нам что-то предпринимать в следующем году, ну вот, или предпринять, будем говорить так, до конца этого учебного года, то я думаю, что ответ для нас, конечно, очевиден. Если 63% программ требуют доработки, то, сделав такой большой объем работ, мы не можем бросить эту работу и не довести ее все-таки до конца, потому что, ну, идеальный, конечно, вариант, это все-таки, чтобы все программы соответствовали требованиям стандарта, тем более, как бы, вот эта вот часть, формируемая участниками образовательных отношений, это все-таки 40%, ну, у кого-то может быть меньше в программах, но, тем не менее, это большой блок программ основных, большой объем основных образовательных программ, и, конечно, в этой части нам нужно доработать все вместе эти программы. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно нам с вами было бы обсудить, что же делать, как бы, дальше, для того, чтобы до конца этого учебного года все-таки эту ситуацию довести до логического завершения. Я хочу предложить, ну, такой ход, и это ход на обсуждение. Очень прошу задавать вопросы, высказывать свое мнение. Для этого мы с вами собрались на этом вебинаре. Мне видится два направления работы, два уровня. Это уровень института повышения квалификации, и то, что мы можем сделать для тех детских садов, у которых еще остались замечания и рекомендации к качеству написания основных образовательных программ. И уровень все-таки муниципалитетов, муниципальных методических служб, а если таковых нет, хотя мне говорят в Министерстве образования, что в каждом муниципалитете существует муниципальная методическая служба или центр. Если нет, то, значит, есть какие-то методические объединения, то есть есть какие-то органы, которые занимаются все-таки вопросами повышения квалификации и повышения вообще качества дошкольного образования на муниципальных уровнях. Поэтому я предлагаю сделать такой ход. Значит, мы на уровне института берем на себя такое обязательство оказания адресной помощи тем дошкольным образовательным организациям, где есть еще рекомендации экспертов по части, формируемой участниками образовательных отношений и по вопросам, связанных с индивидуальными особенностями. Видимо, нужно вернуться к вопросу о том, каким образом вот те парциальные программы, а парциальные программы, если вы помните, в прошлый раз мы делали еще опрос детских садов, используют ли они парциальные программы и по каким направлениям. И практически все детские сады в своей деятельности используют парциальные программы. Мы на примере, видимо, парциальных программ покажем, каким образом можно включать цели, задачи, результаты, содержательное наполнение и организационные особенности включать в основную образовательную программу. И второе, что мы берем как бы на себя, это все-таки помочь детским садам разобраться, что же такое индивидуальные особенности детей, каким образом их описывать в целевом разделе, как их отражать в содержательном разделе и в организационном разделе. Поэтому мы в первом полугодии, ну, мы долго оттягивать это не будем, я так думаю, в течение января, максимум февраля, мы подготовим два вебинара по как раз тем детским садам, где есть эти проблемы. Мы подготовим вебинары, два тематических вебинара. Итак, первый вебинар будет посвящен вопросу, каким образом и как включать содержание парциальных программ в часть формируемой, вернее, в содержание разных разделов основных образовательных программ. И второй тематический вебинар, который мы обязуемся подготовить и провести для детских садов, это все-таки разобраться с индивидуальными особенностями и, опять же, показать на примерах, как в разных разделах основных образовательных программ описываются эти индивидуальные особенности для того, чтобы детские сады могли с этим поработать. Это уровень института повышения квалификации. На мой взгляд, муниципальные методические службы должны взять на себя все остальные вопросы, которые есть еще остались у детских садов, ну вот те, про которые я говорила, и, может быть, те вопросы, про которые муниципалитеты знают, потому что очень подробная аналитика от экспертов она поступала на муниципальный уровень. Мы получили только обобщенную аналитику по тем вот трудностям, которые испытывают детские сады. Поэтому уровень муниципальный у вас есть очень подробная аналитика. Мы берем на себя те два вопроса, про которые я сказала выше, все остальные вопросы вы можете оказать помощь и на уровне муниципалитетов через организацию работы методических объединений, может быть, каких-то тематических семинаров или, может быть, индивидуальных консультаций. Тем более у вас остались на уровне муниципалитета те специалисты, которые сейчас являются экспертами в плане основных образовательных программ дошкольного образования. Используйте этот потенциал, потому что люди обучены, эти специалисты прошли двухтактную фазу экспертизы и тоже приросли по своей профессиональной компетентности. Поэтому можно их привлекать и провести какой-то цикл семинаров про эти детские сады. И, конечно же, на уровне муниципалитета вам нужно, наверное, в конце учебного года все-таки вернуться к тем программам, к тем детским садам, в которых еще программы не соответствуют всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Если Министерство образования сделает нам заказ на то, чтобы в конце этого учебного года собрать статистику по поводу того, в конце года сколько в процентном соотношении детские сады, как поработали со своими программами, то мы, скорее всего, такой запрос сделаем. Но это если Министерство образования Красноярского края посчитаем необходимым собрать такую статистику. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, это будет и в июне, скорее всего, мы от муниципалитетов такой запрос сделаем, уже, чтобы окончательно посмотреть, что в Красноярском крае у нас с качеством основных образовательных программ. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, отношения, и так далее. Значит, вы, пожалуйста, задавайте эти вопросы, я постараюсь на них ответить. Коллеги, вы мне поможете или мне самой с чатом работать? Распечатайте, да? Так, пока мне коллеги распечатывают вопросы, но давайте я все-таки подожду, а потом перейдем к приятному, потому что у меня есть еще такая, как бы, часть вебинаре, которую я назвала приятная. Значит, поступило два вопроса. Ирина Гемич, ну вот, к сожалению, нету должности и нет из какого муниципалитета. Как отнестись к рекомендации убрать введения в основной образовательной программе? Значит, Ирина, значит, я сейчас, ну, прошу задавать вопросы, связанные с той тематикой, которую мы обсуждаем на вебинаре. То есть, в этом смысле я сейчас не работаю в качестве эксперта основной образовательной программы. Поэтому здесь нужно понимать контекст, нужно, ну, как бы, более предметно, как бы, отнестись вот к, ну, к этой ситуации. Поэтому у меня есть такое предложение. Значит, если вы хотите получить какую-то консультацию вот относительно этой рекомендации, можно написать письмо Татьяне Павловне Фомичевой в Центр дошкольного образования, и мы поможем, ну, вот, разобраться с этой, как бы, ситуацией. Следующий вопрос. Татьяна Попова тоже, к сожалению, какой муниципалитет, от кого этот вопрос, тоже непонятно. И в этом смысле вопрос такой. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, должна быть охвачена всеми пятью образовательными областями. Значит, уважаемая Татьяна, у меня, конечно, есть ответ на этот вопрос, но давайте мы, так как мы запланировали с детскими садами тематический вебинар по всем вопросам, которые касаются части программы формируемой участниками образовательных отношений, я думаю, что в рамках того вебинара, который мы подготовим и проведем с детскими садами, вы получите ответ на этот вопрос. Поэтому давайте мы в рамках того вебинара и поработаем с этой частью, формируемой участниками образовательных отношений. Уважаемые коллеги, еще есть вопросы, да? Будут ли в свободном доступе заявлены вебинары на вкладке ИПК? Ну, я вот сейчас у коллег спрошу, но если я что-то буду говорить неправильно, они мне как бы отмашку сделают, что я даю неправильную информацию. Значит, уважаемые коллеги, у нас радостное такое событие, что все презентации, ну, во-первых, все презентации, они до этого выкладывались на сайте Института повышения квалификации. Единственное, что вы не могли их скачать. Сейчас, я так понимаю, что их можно даже скачать. Коллеги, да? Да. И в этом смысле, значит, презентации есть и будут на сайте Института повышения квалификации, и запись вебинаров, они сохраняются на сайте Института повышения квалификации, я так понимаю, сохраняются в течение года. Ну, в течение года точно. Поэтому, значит, несмотря на то, что мы будем точно приглашать адресно детские сады на этих два тематических вебинара, но, уважаемые коллеги, в новостной ленте точно будет новость о том, что прошли такие-то вебинары на такую-то тематику, и поэтому детский сад любой, даже если он не попал на этот вебинар, вы можете потом зайти на сайт Института и посмотреть и презентацию, и послушать записи этот вебинар. Поэтому такая возможность для всех детских садов, она без исключения. Еще поступил один вопрос. Елена Шмидт, Ирбейский район. Большое спасибо, что вы обозначили себя управлением образованием. Елена Михайловна, предложение. У меня предложение до конца учебного года, в марте-апреле 2018 года, пригласить экспертов для итогового семинара, для обсуждения предметных вопросов и предложений. Елена Михайловна, что я сейчас могу сказать? Значит, нужно понимать, для какой цели нам нужно собрать этот семинар. Потому что я пока не вижу содержания этого семинара. Это семинар для того, чтобы ответить на вопросы, которые еще остались у экспертов. Значит, это вопрос повышения еще квалификации экспертов и так далее. Ну, то есть, в этом смысле, пока для меня, я вижу ваше предложение, но нам нужно обсудить, каким образом мы поймем, для чего это нужно сделать. Поэтому давайте таким образом. Спасибо за предложение. У нас экспертов, сразу, уважаемые коллеги, хочу сказать, 114 человек. Такого ресурса, который был в прошлом, в этом году, вы знаете, что мы работали, у нас было трехдневные семинары с пятью группами, и в этом смысле, это было 15 рабочих дней, когда мы делали такие обучающие семинары для экспертов. Такого ресурса, и в госзадании у нас такого ресурса не положено на 18-й год, но мы подумаем о том, каким образом все-таки сделать этот семинар. Ну, мы, видимо, коллеги, все-таки каким-то образом свяжемся с экспертами и попробуем узнать, есть ли у экспертов такая потребность, в чем есть эта потребность, и тогда примем решение. Ну, в любом случае, спасибо за предложение, возможно, все-таки нужно будет сделать такой семинар общий для всех экспертов. Ну, вот, Елена, Елена, вы для решения вопросов, которые остались у экспертов. Все, я поняла. То есть, видимо, у экспертов есть еще некоторые вопросы, в которых они хотят, ну, будем говорить так, утвердиться, правильно ли они работали, когда работали с детскими садами. Вот, поэтому я понимаю, про что вы, да, однодневного семинара. Ну, вот, у меня есть еще такое видение, если мы поработаем с экспертами и все-таки увидим тот перечень вопросов, где есть еще такие вопросы, то есть, возможно, для того, чтобы нам сэкономить время на командировочные и на оплату поездки и проживания в городе Красноярске, возможно, мы сделаем еще один вебинар для вот этой категории экспертов. Но спасибо в любом случае за ваше предложение. Видимо, все-таки у вас-то точно вот в Ирбейском районе все-таки видимо остались какие-то вопросы, поэтому очень хорошее предложение и мы поработаем с экспертами, попробуем сделать эту выборку и видимо проведем или вебинар или действительно такой семинар с приглашением экспертов и еще поработаем с экспертами и ответим на ваши вопросы, потому что это действительно важно, потому что эти эксперты, эти специалисты, они остаются у вас в муниципалитетах и для муниципалитетов, для органов управления это, конечно, очень хороший ресурс для дальнейшей работы в вашем муниципалитете, вот в системе дошкольного образования. Так, уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Ну, я так понимаю, ну, может быть, еще возникнут вопросы и предложения, но вот, уважаемые коллеги, заканчивая работу, нашего вебинара, я хотела, значит, остановиться на приятном, оно было у меня из двух частей, это поздравляйся с Новым годом, ну, и вот то, что сейчас у меня на экране, значит, понимая, какую большую, очень важную и очень ответственную работу провели эксперты во всех 61 муниципалитете нашего Красноярского края, мы понимаем, что не во всех муниципалитетах нашли возможность каким-то образом поддержать в денежном эквиваленте эту работу этих специалистов, хотя я очень надеюсь, что это все-таки случилось и через фонды, стимулирующие каким-то образом все-таки людям хоть немножечко заплатили за эту работу, но тем не менее, понимая, мы с коллегами Центра дошкольного образования разработали программу, в которую положили всю деятельность, которая была проделана в рамках этого направления работы, у нас появилась такая программа экспертиза основной образовательной программы дошкольной образовательной организации организации и проведения мы просчитали количество часов, у нас получилось 208 часов и мы всем без исключения экспертам выпишем удостоверение повышения квалификации по программе вы видите ее на экране и количество часов 208 часов до конца этого года мы подготовим удостоверение и вы можете уважаемые эксперты получить эти удостоверения у нас в центре дошкольного образования на Цеблянской сразу после праздников с января 2018 года вы или лично можете подъехать или может быть кто-то будет на курсах повышения квалификации у нас в институте или может быть будет кто-то в командировке из органов управления образования то есть какой-то окази мы готовы передать всем экспертам удостоверение о повышении квалификации я думаю что это приятное удостоверение о повышении квалификации никогда не оказывается лишним и в этом смысле я думаю что это наш клад в то чтобы все-таки поддержать тех специалистов которые на себе вот ну будем говорить так вынесли такой большую работу в течение 2017 года еще еще пожелания от Елены Шмидт Ербейский район спасибо за понимание вебинар хорошо но реальное общение со специалистами министерства образования методистами ИПК это совсем другое спасибо огромное за вашу помощь спасибо Людмила Георгиевна Татьяна Павловна за методические рекомендации с наступающим Новым годом уважаемые коллеги большое спасибо Елена мы услышали мы еще раз все-таки поработаем с теми вопросами про которые нам скажут эксперты и примем решение относительно или вебинара или семинара про семинар я тоже услышала но хотелось бы еще тоже тогда понять и другую позицию других муниципалитетов поэтому когда мы будем опрашивать про значит на какие вопросы хотелось бы экспертам еще получить разъяснение то мы будем видимо задавать вопрос все-таки за вебинар коллеги или за приезд в город Красноярск и за вот это вот общение про которое вы говорите но в любом случае ваше предложение приняли и с ним будем работать пожалуйста коллеги мы завершаем работу какие есть вопросы ну и пока заканчиваем работу уважаемые коллеги огромное спасибо еще раз за то что вы нашли время и присутствовали на вебинаре еще раз огромное спасибо всем большим за большое за огромную проделанную работу я думаю что на дальнейшее мы продолжим сотрудничество и у нас еще есть много разных вопросов когда мы будем работать с муниципалитетами с детскими садами нам много еще что предстоит сделать уже теперь по реализации ваших основных образовательных программ спасибо большое за поздравление я вижу в чате благодарности идут и поздравления с новым годом большое спасибо коллеги спасибо